Валентин Фёдорович Давайте будем исходить из того, что общество само, но в силу ему известных причин регулирует процент появления на свет людей, склонных к гуманитарным, естественным, техническим наукам. И вот как вы сами оцениваете, к общественным катаклизмам общество тогда больше способно, когда в нём недостаток гуманитариев или избыток? Гиганты мирового уровня были рождены на разломе эпох. И сегодня наша действительность такова, что мы нуждаемся в тех, кто будет персонифицировать человеческую боль, кто будет персонифицировать то светлое и чистое, что накопленным человечеством. То, что мы фиксируем понятием общечеловеческой ценности. Так что сегодня, наверное, нужны гуманитарии. Но дело в том, что не вал гуманитариев нужен, а нужны яркие, интересные, неповторимые индивидуальности, которые владеют этой человеческой культурой. Нашему городу не хватает их, ибо у нас специфика нашего города такова, что ведущие высоты в жизни города, хотим мы или того не хотим, занимают то, что мы называем технической интеллигенцией. Это дело в том, что она не ущербна, она имеет право на это. Но всё же век перелома нужно бы добавить или разбавить эту интеллигенцию на всех ключевых высотах, включая управленческие должности гуманитарной интеллигенции. Если личности всё-таки история рождает, что же получается у нас сейчас нет предпосылки для того, чтобы они возникали? Дело в том, что в условиях нищеты, всеобщей общественной деградации, в условиях общественного маразма и спазма этого, так талантливые люди иногда оказываются прижаты обществу, обстоятельствами внешними. Ибо всеобщий закон таков. Талантам нужно помогать, а бездарь сама пробьётся. И как вы вот пестуете, помогаете выжить этой своей гуманитарной элите? Одно дело в том, что неудобно тут сама рекламой заниматься, но я считаю, что мы создали максимум условий для того, чтобы талантливые, перспективные, высоко образованные и потенциальные, и реально имели доступ к ведущим высотам. Такая маленькая мелочь. Сергей Слободнюк за 4 года дважды стал доктором наук. При всей её гениальности, неповторимости, уникальности этой личности, без соответствующих условий, он бы эти две степени не получил. Такова реальность. Ну, а Сергей личность, конечно, очень интересная. Я считаю, что он уникальная находка в масштабах, по крайней мере, и города, и области, и зоны Урала, Сибири и Дальнего Востока. И чуть пошире. Такие явления рождаются не так часто. И таких людей мы должны наберечь и лелеять. И не только, так сказать, на уровне института. Он – общегородское достояние. Он – реликвия. Я приветствую всех, кто заглянул в телевизионную приёмную Магнитогорской государственной телерадиокомпании и уже успел услышать от Валентина Фёдоровича Романова, что водится в нашем городе о конкретном Магнитогорском государственном педагогическом институте яркие личности с гуманитарным складом ума. Сегодня мы будем говорить о гуманитариях. Главную характеристику гостю нашей телевизионной приёмной уже Валентин Фёдорович Романов дал. Мне остаётся добавить лишь некоторые биографические факты. Сергей Леонович Слободнюк. 34-летний профессор Магнитогорского государственного педагогического института. Заведующий кафедрой новейшей русской литературы. Дважды доктор филологических и философских наук. И дважды отец. Сергей Леонович Слободнюк – гость нашей студии. Добрый вечер, дорогие земляки. Я знаю, что кто-то послушал начало и дальше, включившись в нашу беседу, скажет, что вернулись в 60-е годы, когда был спор, кто главнее – физики или лирики. Я хочу сказать, что мы к этому спору имеем, может быть, самое отдалённое отношение. Мы говорим о гуманитариях, конкретно о гуманитариях, о людях, не производящих материальных ценностей. И вот, продолжая то, что мы сейчас услышали от Валентина Фёдоровича Романова, сразу так быка за рога. Ты-то вообще как сам себя ощущаешь? О, маленькая справка. Почему я говорю «ты»? Потому что, наверное, кто-то скажет, что тоже уважаемому человеку, профессору, и вдруг так… Реликвии опять. Да, реликвии, достояние города. Просто я хочу сказать, что эту реликвию я знаю с очень юных лет, где-то четверть века, вот такие вот цифры приходится называть. И, несмотря на всё моё уважение, которое возрастает по мере того, что ты с собой делаешь, ты для меня прежде всего остаёшься сыном моего коллеги Леона Слободняка, который, кстати, оператор, и сейчас вот работает здесь, на этой передаче. Ну вот, гуманитария, яркая личность. Как ты себя ощущаешь в сегодняшнем времени? Какие ты задачи видишь свои сегодня? Человек, не производящий материальных ценностей. Если начать, во-первых, с вопроса о физиках и лириках, надо сказать, что физики всё время хотели присвоить себе право называться лириками. То есть они, видимо, ощущали, что чего-то… Ущербность какую-то, да? Да, чего-то им не хватает. Вот это чего-то, я считаю, своим долгом и нести студентам, нести своим ученикам, ну и говоря старым таким языком, в массы. То есть, как бы, что массы должны получать некоторый процент психологического, психического здоровья, я не знаю, правильно я здесь употребила это слово? Здесь, скорее, не психическое здоровье, здесь, скорее, такое уровень гуманитарного образования народа, уровень гуманитарного образования нации в какой-то мере отражает его благосостояние и одновременно определяет его благосостояние. Не случайно ведь, скажем, Япония уделяет огромное внимание развитию именно гуманитарного образования, поскольку человек, который неплохо разбирается в литературе, который разбирается в искусстве, в музыке, он мыслит гораздо более гибко, нежели технарь. То есть, не производя ценности, ты тем самым все-таки позволяешь человеку становиться образованнее и эти ценности для себя получать. Да, гуманитарии, мы гуманитарии… Опосредованно, да? Да, опосредованно производим эти самые материальные ценности. Поскольку мы так произносим, гуманитарий, гуманитарий, может быть, для кого-то это слово несколько так звучит непонятно, может быть, сразу определимся с понятиями. Вот я специально заглянула в словарь и прочитала, что у гуманитария, слово гуманитарий есть два значения. Гуманитарный – это, значит, общечеловеческий, относящийся к общественному бытию, к сознанию. Еще есть слово образованный. Вот такая еще интересная деталь. Я говорила с одной из твоих бывших аспиранток, Оксаной Станкевич, и она сказала фразу, которая, к сожалению, не вошла в сюжет, но мне хочется ее повторить, что гуманитарному человеку проще прослыть образованным. Он хорошо владеет языком и уже поэтому может казаться образованным человеком. И зачастую у нас еще слово образованный как-то ассоциируется, что человек говорит о непонятных вещах, о незнакомых. О, как много знает. Сейчас хочу тебя, может быть, подколоть, я не знаю, как ты из этой ситуации выкрутишься, и прочитать название твоей второй докторской диссертации. «Архетипы гностицизма в философии русского литературного модернизма». Вот как эта работа может помочь росту сознания обывателя? Маленькая справка. Первый вариант названия звучал так. «Экспликация онтических эпифеноменов гностика сатанизма в художественном сознании». Так что это еще человеческий язык. Ну, скажем так, сиюминутных результатов эта работа не даст. Интересна ли она обычному человеку, который не связан с фундаментальной наукой, с наукой, которая направлена на решение вечных проблем? Мне кажется, интересно. По крайней мере, книга, в которой отражены основные результаты этого исследования, расходится и расходится довольно успешно. В Москве, в Петербурге... Оставим специалистов. Понятно, фундаментальная наука для ученых, мы не будем это задевать. Вот обыватели. В широком смысле этого слова. А кто ее покупает? Ее покупают и обыватели тоже. Потому что называется она «Идущие путями зла». Потому что суть проблемы, которой я занимаюсь, это мировое зло. А обывателю, обычному человеку, всегда интересно знать, откуда же оно берется. И, скажем, мы, ученые, можем объяснить, что зло и добро – это ведь вещи достаточно относительные. Без знака минус и плюс для философа, да? Без знака минус и плюс, абсолютно. Вот старый известный вот такой архетип формулы устрашения «Империя зла». Вышел Рейген, кинул массы клич «Империя зла», и вся Америка начала бороться с «Империей зла». То есть с нами. Да, а мы сидим и никак не понимаем, почему же мы «Империя зла», как поэт Артенев писал по этому поводу. Нет, мы «Империя добра», а не «Империя мы зла», как тут мы слышали вчера, от одного мы тут козла. И, в общем-то, совершенно справедливо писал. Так вот, откуда это берется? Почему зло перетекает в добро? Почему добро перетекает в зло? Почему вещи, которые ранее казались совершенно примычными, вдруг опрокидываются? И все, что ранее было свято, оказывается растоптанным? Этот вопрос, эту проблему я тоже решаю. И обывателю, не будем вкладывать в это слово отрицательного смысла, мне кажется, это должно быть интересно, потому что это касается непосредственно его. Потому что обывателю, ему тоже хочется знать, кто же его враг. Ему тоже интересно не только, кого он должен хвалить, но и кого он должен проклинать. Кто мешает ему жить так, как хочется. Вот профессор, это предполагает уже аудиторию. Вот я в перерыве между занятиями встретилась с твоими студентами. Сейчас предлагаю посмотреть сюжет. Послушай, что они о тебе говорят. И, кстати, что они думают о положении гуманитария в обществе. У него превосходное знание предмета. При этом создаётся впечатление, может быть, я буду не права, создаётся впечатление, что он ненавидит свой предмет. Потому что он с таким сарказмом, с такой иронией говорит обо всех этих писателях, поэтах. А может быть, это особый стиль привлечь внимание, заставить студента спорить? Вы же максималисты. Может быть... Внимание привлекает другими методами. Он актёрствует во время лекции. Он буквально играет, проигрывает лекцию. Поэтому у него очень интересно. И хотя такое желчное отношение к литературе, оно даёт противоположный результат. Он выбирает профессию, которая не приносит ему сегодня дивидендов. И, откровенно говоря, просто не даёт настолько мало денег, что не позавидуешь тем условиям, в которых он живёт. Как вы считаете, разумно это? Сегодня так тратит свой талант? Если гуманитарий работает ради денег, то он перестаёт таковым быть. Так сложилось вообще в обществе, в частности в России. То, что если ты гуманитарий, то ты обречён на нищету. Вообще-то я, заговорившись с тобой, забыла сказать, что мы в прямом эфире. Я думаю, что наши телезрители помнят об этом. Я слышу, звонки раздаются. Но напоминаю, что мы в прямом эфире. Телефон 21-26-88. Если вам есть о чём спросить моего гостя Сергея Леоновича Слободняка, профессора МГПИ, пожалуйста, задавайте. Я думаю, что у нас останется время ответить на вопросы. Ну вот вопрос сначала тебе. Сначала по поводу оценки твоего труда. Не унизительно бывает отказывать себе в самых элементарных вещах? Звучит часто такой вопрос. Может быть, и глупо звучит, но повторю его. Если ты такой умный, то чего ж такой бедный? Я, конечно, могу сказать, что я бессеребрянник. Я занимаюсь из любви к искусству. Наверное, частично это так. Это было бы неправда. Не совсем правдой. Не совсем правдой. Во-первых, я не очень бедный всё-таки. Я профессор, и зарплата у меня немножко повыше, чем у основной массы преподавателей. А почему, если такой умный и такой бедный? Не могут все торговать. Не могут все заниматься бизнесом. Для этого нужно иметь талант. Девочки правы. В нашей стране гуманитарию просто такая вот участь нищенская отведена, да? Ну что делать? Нет таланта воровать. Вот я всё-таки понимаю, о политике ты не любишь говорить. Но получается так, что у нас либо ты воруешь, либо ты нищий. Такая альтернатива, да? Да, такая альтернатива. Потому что иных вариантов. Честным быть нельзя. Потому что самый первый грабитель, самый первый субъект, который покушается на твое имущество, это государство. Принцип государства обворовывать своих граждан. Не будем развивать эту мысль. Второй вопрос, тоже он у нас прозвучал, не выдекает из того, что мы услышали. За что ты хулишь классиков? Я их не хулю. Я их не хулю. Весь фокус в том, что филология, литературоведение, несмотря на то, что это вроде бы наука была о вечном, о прекрасном, это была одна из самых заидеологизированных дисциплин. Филологи были одними из самых зашоренных людей. Мы привыкли мыслить догмами. Например, Пушкин основал, Лермонтов размил, Гоголь высмел, Салтыков-Щедрин заклеймил, Брюсова вообще не было. Про блока читайте сами мелким шрифтом. Понятно. Ты хочешь, чтобы они мыслили самостоятельно? Я хочу, чтобы они мыслили самостоятельно, чтобы с их лиц спала пелена, чтобы они увидели, что литература – это живое, и на личности того или иного автора воспитывать себя нельзя. Можно воспитывать только на его произведениях. Чтобы проиллюстрировать, как профессор Слободнюк учит бороться против слепого обожания авторитетов. Вот я хочу, чтобы прозвучало одно стихотворение. Я знаю, что ты свои стихи читать не любишь, ты считаешь, что для твоего творчества это пройденный этап. Поэтому я сейчас попрошу твоего отца, Леона Слободнюка. Леон, будь другом, прочитай, пожалуйста, стихотворение своего сына. Вот я тебя так перед фактом. Это сюрприз. Поближе к микрофону. Так. Ну, сейчас, секунду. Время, деньги у нас. У Канта кончилась горчица. И к Юму он решил сходить, чтобы горчице одолжиться. Ну, или горчице одолжить. Но Юм в тот день ушел топиться, поскольку в кости проиграл большую сумму тысяч тридцать, хотя ужасно плотовал. И Юму, не заставший дома, заплакал Кант и зарыдал. Купил в сердцах бутылку рома, линейку, циркуль и пенал. Сей казус с Кантом приключился в один чудесный майский день. А Юм тем временем топился. Оплавал, кстати, как тюлень. Чем все окончилось, неясно. Но точно можем мы сказать, друзья, весьма-весьма опасно Петром и в кости плутовать. Ну, сюрприз. А мне? Так, я просто хочу отсюда прочитать две фамилии, сейчас отдам. Чтобы продолжить наш разговор, сейчас предлагаю посмотреть еще один сюжет. Прозвучат фрагменты интервью с бывшей аспиранткой Сергея Слободнюка Оксаной Станкевич и сегодняшней Ириной Путенихиной. Вот твои стихи, пожалуйста. Спасибо. Слободнюка у нас здесь на кафедре складывается. И уже заявляется о себе школа Слободнюка, скажем так, и в Ленинграде, и в Санкт-Петербурге, простите. Конечно, говорить о школе Сергея Леонидовича Слободнюка можно, и я считаю, это нужно делать, поскольку совершенно новый подход к изучению произведений. Здесь нельзя сказать, что это какой-то подход исключительно философский или литературно-философский. Пожалуй, это синтез. И здесь еще важно то, что изучая какую-то проблему, подходя к ней, мы стараемся, ведь я уже говорю «мы», поскольку семинары проходят достаточно часто и уже сложились свои традиции, мы стараемся отойти от аксиом, от общепринятых каких-то путей и рассматривать произведения, исходя именно из текста. Одна характерная особенность анализа по Слободнюку – это разговор не о сиюминутном, не о историческом, а о вечном, абсолютном, то есть о таких крупных понятиях. С талантливым человеком общаться очень сложно. Прежде всего, это постоянный самоконтроль и постоянное стремление соответствовать требованиям Сергея Леоныча и в науке, и нравственным, и так далее. – Продолжая разговор о школе Слободнюка, такой вопрос. Я понимаю, что философ способен отстраненно оценивать все, что происходит в нашей жизни, и для него все можно только соотноситься с вечностью. Все-таки как человеку, живущему в конкретное время, в конкретной стране. Вот в чем ты видишь смысл своей работы не на завтра, а на сегодня? – Если мне удастся разнуздать мысль хотя бы одного из 50 студентов, которых мы выпускаем каждый год, и этот человек с раскованной свободной мыслью пойдет в школу, я буду считать, что живу не зря. – То есть на сегодня это на сегодняшнее поколение? – Да. – Вот, кстати, вопрос, который телезрители задают. Как вы видите будущее учителя в России? – На ближайшие 10 лет безрадостно. – А вот очень интересный вопрос от технаря, которого мы пощекотали своими разговорами. Он говорит, почему любой русский технарь находит себе место на Западе, тогда как русские филологи использованы там всего на 15-17%. Антон, который принимал вопрос, утверждает, что тот знает какую-то... – Глубоко уважаемый зритель. Дело в том, что технарей именно используют на Западе, а филологи там работают. – Как профессор Слободнюк относится к тому, что в России собираются вести 12-летние средние образования? – Отношусь очень и очень плохо, потому что перековка, перешивка нашего образования под западный, в частности, под американский стандарт – это безумие. Мы утрачиваем свое фундаментальное образование, мы утрачиваем свою фундаментальную базу. В результате мы будем иметь ту же самую свалочную науку, чтобы не сказать, помоечную науку, которая имеет Америка. Потому что вся американская наука делается за счет того, что они воруют умы по всему миру. Фундаментального образования там нет. – Я недавно слышала, что любой средний ученик, троечник наш, там становится чуть ли не первым. – Возможно, я не владею такими данными. – Каждая нация проходит путь от зарождения до рассвета и заката. Что касается российской нации, то в какой точке этого пути она находится? – К сожалению, мы в сумерках. – В сумерках предрассветных или уже предзакатных? – Предзакатных. Вся пассионарная энергия, вся наша этническая сила, к сожалению, она сгорела в огнях революции и войн. – Как философ, ты, наверное, это преподносишь, позитивная информация? – Я считаю, что здесь нет особых поводов для трагедии, для пессимизма. Это закономерный процесс. Люди живут и умирают, этносы живут и умирают. Возможно, будет Россия, но это будет уже не та Россия. – Россы были у нас? – Были Россы, теперь есть россияне, а от Россовы… – Другие совершенно люди. – Да, и памяти уже не осталось, к сожалению. – Вот я произнесла философ, вопрос зрительский, что для вас есть философия? – Философия – способ мыслить о том, о чем хочется мыслить. Ну и, опять же, способ зарабатывать на жизнь. – Я знаю, что ты не любишь говорить о политике, не любишь политиков. И все-таки, как ты считаешь, возможно ли, чтобы сегодня прогрессивная личность с гуманитарным складом ума стала во главе общества, повела общество за собой? – Я не думаю, что это возможно. Как я уже сказал, мы находимся в сумерках. И наш этнос, наше общество не может породить прогрессивного политика, такого, какой является прогрессивным в нашем понимании. Скажем так, вероятность того, что он не появится, 99%. – Ну что ж мы с тобой тогда тут о гуманитариях-то говорим, что они нужны нам, что вот без них мы прямо пропадаем. – Конечно. – Какое же мы место-то им все-таки отдаем в нашей жизни? – Дело в том, что если общество будет образованным, если общество будет высокоокультурным, скажем так, духовным обществом, то у нас будет золотая осень. Мы, как тот библейский патриарх, будем красиво и мощно увидать, в отличие от тех, кто умирает... – Некрасивая в огоне. – Некрасивая в корчах и в огоне, да. – Хорошо, все-таки место гуманитария, оно как бы вот в гуще общества, да? Так получается? – Конечно, конечно. – Среди молодежи? – Нет, просто среди общества, среди людей. Гуманитарий. Мы занимаемся человеком. Прежде всего, человек. Мы для человека, не люди для нас. Мы не подходим к ним со скальперем. – Ты прямо так, видишь, как себя так это отодвигаешь, вот люди и гуманитарий отдельно. – Дело в том, что я занимаюсь достаточно специфической проблемой. Я занимаюсь проблемой мирового зла, занимаюсь дьяволом, и поэтому мне не хотелось бы говорить об этом слишком подробно. – Антон? – Наступит ли рассвет русской литературы с приходом 21 века? Литфак, 406 группа. Знакомые группы? – Возможно, возможно. Давать прогнозы – дело неблагодарное. Но в данный момент я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы наступил новый серебряный век. – Именно в литературе? – И в литературе, естественно, в литературе. Вот так что-то там посеребрили, какие-то проблески, конечно же, имеются. Но говорить об этом с уверенностью нет. – Вообще-то наше время подходит к концу. Если ты бы хотел сказать какие-нибудь слова студентам, которые наверняка сейчас тебя смотрят и думают, что бы там можно было использовать во время сдачи экзамена, какую слабинку профессора. – Если я плохо говорю о каком-то писателе, вы должны понять, что я его люблю больше жизни. – Сегодня в гостях в телевизионной приемной Магнитогорской государственной телерадиокомпании был профессор МГПИ Сергей Леонович Слободнюк, который главную задачу ставит перед собой такую – научить своих студентов неординарно мыслить. Не эту ли способность, неосознанную русским человеком, но российским человеком, мыслить так не похоже ни на кого другого. И вопреки всему мы называем отсутствием разума и загадочной русской душой. Кто знает. До следующего вторника и всего вам доброго. – Ну, президент у нас строитель, экономисты там в основном сидят, которые развалили экономику. Так что, мне кажется, гуманитариев стало меньше. И поэтому мы сейчас в кризисе. Потому что было бы в правительстве больше людей с таким складом ума, они, наверное, нашли бы выход из положения, потому что гуманитарий мыслит нетрадиционно. – Россия вообще не может подчиняться разуму, потому что таково… – В умном Россию не понять. – Да. – Разум нам ни к чему. Россия всегда… Все события происходили на основании чувства и эмоций. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...